МОДИФИКАЦИИ По определениям разработчиков моделей транспорта более 30. Далее я предлагаю вам посмотреть на транспорт в самой игре и увидеть меня в роли автообзорщика. Если мод вас заинтересует, то ссылку на него вы сможете найти в моей группе в ВК. Она будет прикреплена к посту с этим видео. Приятного просмотра! Ну что ж, добрый день, добро пожаловать на автообзор от Мануэля. И сегодня мы посмотрим на автомобили, на которых можно передвигаться по зоне. Разные машины, да. Пожалуй, первый автомобиль это Нива Гражданская 2121. Машина имеет очень красивый вид, только вот тут немного ржавая, но на это внимание обращать не надо. Ну и колеса зеленые, как будто она в болоте простояла, но нет. Это маскировка такая, чтобы по траве ездить, и тебя не было заметно. Колеса твои, по крайней мере, не было заметно. Машина очень хорошая. Пробег у ней минимальный, для зоны подходит идеально. Вездеход полноприводная, насколько мне известно. И давайте, наконец-таки, испытаем ее в движении, как она будет ехать, и что она из себя представляет. Может быть, даже удастся, я не знаю, там, по горам каким-то поездить. Заводим, вставляем ключ. Слышали, как заревело? Заревело просто великолепно. И давайте теперь куда-нибудь поедем. Кстати, там едут зомбированные, и я попытаюсь их сбить. Да, точно. Вот так вот сразу испытаем мощность машины. Ты что, так медленно едешь? Она быстрее как бы не разгоняется. Я сейчас жму... Подожди, не стреляйте, ребят. Стой. О, во-во, смотри, нормально. Едет медленно, но сбивает все равно нормально так. Во, встал. Классно, она еще, видите, она и встает. То есть, если она упала, ты не думай, что все на этом кончено. Так, второго зомбированного, я думаю, я уже не смогу убить, не смогу развернуться. Поэтому я, пожалуй, от него уеду. Следующая машина, ну, немного совсем поношенная временем. Я думаю, что... Ну, сколько на ней ездили? Ну, я думаю, что, ну, года четыре, я не буду скрывать, да? Года четыре ездили. Вот, немножко тут сиденья потерлись, дырочки, вот. Нету двери, но это... Ну, чтобы салон хорошо так на ходу проветривался. Только, когда будете ехать, если на такой машине, то вы держитесь, вот, если на... Вот, там, сиденье будете сидеть. Что, давайте испытаем эту нормальную такую машину. Тут даже спидометра нету, я же говорил, вот у него все цивильно. Тут даже нет спидометра, ну, ничего, это нам не помешает покататься. Поехали. Слышите, слышите, как двигатель рвет? Тр-тр-тр-тр-тр. Во-во-во, и она, по-моему, уже побыстрее едет. Или нет? Не-не, нормально едет, смотри. Вот эта тачка уже побыстрее едет, и мне это нравится. Во, давай зомбака собьем. Ё! Следующая машина, это вот такой вот ЗИУ для любителей повозить что-нибудь вот тут вот. Какой-нибудь груз, например, там, я не знаю, трупы. Эээ, салон. Ну, тут ничего нету, конечно, да, но это не значит, что машина не может валить. Ух, как заревел. Заводим машинку и... А чего назад не едет? Во, едет назад, все прекрасно, она везде едет. Маневренность классная, смотрите, вот я повернул, а он уже почти развернулся. Вообще топ машина. Я думаю, что для зоны такие машины просто идеально подходят. Вездеход, ну, она ездит везде. Вот, посмотрите, сейчас на гору заеду, и вы просто поразитесь ее маневренности. Хоба! Во, видел? Она аж подлетела. О, развернула как. Вот это форсаж. То есть, ну, машину советую, ребят. Классная тачка, и ради нее вот только стоит скачать модификацию и поиграть, посмотреть на это чудо. Следующий транспорт для любителей поехать в соседнее село на дискотеку. Это трактор колхозный, великолепная модель. Посмотрите на кабину, защищена со всех сторон. Обзор со всех сторон, есть стекла, есть, ну, мечта, а не машина. Огромные колеса, то есть давить зомбированных одно удовольствие. Ну, конечно, поле не повспахиваешь на этой машине, но, как я уже и говорил, это не главное. Самое главное у этой тачки это защита со всех сторон. Посмотрите, я сажусь в транспорт, и я чувствую себя, будто бы я, я не знаю, в какого-то робота шагохода сел. Посмотрите на это великолепие. Плюс, смотри, как трогается, ух, прям сходу. Посмотрите, какая скорость, я пролетаю просто башню Зулуса. Он там остается, он просто смотрит в окно и охреневает, ребят. Вот эта машина тоже классная, тоже заслуживает своего внимания. Думаю, эта машина знакома многим из вас по модификации тень вонючки. Я не знаю, что она делает тут, скорее всего, перекочевала именно из этого мода, а может быть, она появилась раньше, чем тень вонючки. Но, тем не менее, она тут есть, и на ней можно покататься. Что мы видим? Комплектация машины вообще великолепная. Давайте сразу посмотрим в салон, что у нас там. Руль и кресло. Сиденье водительское, да? Всё. Ну ладно, это не важно. Давайте сядем в неё, наконец, заледем вот через эту бутылку, через вот это вот отверстие. Так, а что ты не залазишь-то, дурак? Да стой, во! Во, супер вообще. Да, обзор немного плоховат, но... Если помыть стекло, то, думаю, всё будет хорошо. Ладно, едем. Ух, ты какая она резкая, ребят! Я прям чувствую, как она... Посмотрите, вообще классно! Подвеска шикарная, я прям каждую кочку чувствую. Ой, ой-ой-ой! Мне вообще неуправляемый транспорт! А самое главное, что я практически бесшумный. Ну-ка, давай-давай, поехали! На таран! Сейчас попробую протаранить тачку, только я не вижу ничего. Во, прямо на неё еду. Сейчас, посмотрите, она же отлетит! Пау! Ну, отлетел я в итоге. В общем-то, машина классная. Я думаю, что попугать местных мутантов будет самое оно, ребят. Великолепная тачка. Вот тут у змеи даже язычок есть. А на этом всё. Конечно, посмотрел я далеко не все машины, но думаю, остальные вы зацените сами. Ссылка на мод будет прикреплена к посту с этим видео в моей группе в ВК. А с вами был Мануэль. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok